Не хотят ухаживать за 30-летней, взрослой, большой, 160-сантиметровой девочкой. Что такое сепарация от родителей? Для чего нужна сепарация и что произойдет, если человек не прошел этот этап в своей жизни? Это совершенно необходимый, важный процесс, который многие не проходят. Сепарация это процесс эмоционального, интеллектуального, мировоззренческого отделения от родителей. Когда ребенок только появляется на свет, он вообще в утробе матери, он соединен с ней физически буквально, внутренне ее. Он рождается, перелезается поповинной, происходит первая сепарация на уровне тела. Физическая сепарация. Ребенок получает самостоятельную возможность двигаться, но еще не произошла эмоциональная сепарация. То есть ребенок не чувствует себя личностью, он не понимает своих эмоций. Поэтому если мама расстроена, ребенок плачет. Если мама испугана, ребенок тоже пугается. Где-то в возрасте 3-4 лет происходит сепарация на уровне эмоций, на уровне идентификации. До 3-4 лет ребенок говорит о себе в третьем лице. Он говорит, Саша хочет кушать, Саша хочет писать. Он не говорит «я». Только в 3-4 года начинается идентификация себя как личности отдельной, в том числе эмоциональной. Ребенок начинает осознавать свои эмоции, он начинает осознавать свои желания. Кризис 3-х или 4-х летки, как говорят, это кризис «нет». Когда дети начинают на все говорить «нет, нет, нет». В чем принцип? Ребенок начинает отделять себя, свои желания от желания родителей. Родители говорят, раньше они говорили «ешь кашу». У ребенка не было выбора, есть только каша. Но теперь появилась возможность, он начинает чувствовать, это процесс совершенно естественный, процесс развития личности. Он чувствует, что он кашу не хочет, он говорит «нет». «Хочешь гулять?» «нет». Ребенок тренируется, он не знает, что он, как бы поначалу он не понимает, что хочет, что не хочет, и поэтому вначале просто отрицает все. Но так он начинает чувствовать баланс. Прежде чем почувствовать баланс, мы должны сначала кинуться в одну сторону, в крайность, потом в другую, и только потом почувствовать баланс. Так ребенок начинает чувствовать баланс. Эмоционально он начинает отделяться, но интеллектуально он все еще связан с родителями и со школой. Поэтому до возраста пубертата, до возраста полового развития ребенок полностью подчинен взрослым. Ему говорят «земля круглая», он говорит «да, земля круглая». Ему говорят «дважды два четыре», он верит «дважды два четыре». Интеллектуально он все еще связан с взрослым миром, с миром родителей. Скорее всего, какое мировоззрение, какое расповедание имеют родители, скорее всего, ребенок усвоит это как истину в последней инстанции. Но в период полового созревания пубертата возникает последняя стадия. Это стадия интеллектуального, мировоззренческого и нравственного, то есть ценностного созревания. Когда подросток говорит «нет», у него возникает такое явление, как юношеский нигилизм. Он говорит «все, что говорят предки, это все ерунда, у меня своя точка зрения». И многие это проходили. Чем больше подавлялся ребенок в более младшем возрасте, в возрасте школы, тем больше у него будет протестное поведение в подростковом периоде. И дальше это совершенно естественно, это важный процесс, когда ребенок, точнее новый человек, рождается новая личность со своими взглядами, со своими ценностями, со своим миром, взглядом на мир. Но родители не воспринимают его как взрослую личность. Для них это по-прежнему ребенок. Они хотят назад его запихать, запихнуть в детство его. И некоторые подростки сильны, что они в конце концов преодолевают сопротивление, через конфликт уходят и созревают как личности. Однако многие, особенно женщины, нет. Потому что женщины, для них очень цена социальная связь, они очень пиететны или с трудом рут связи с матерью, с отцом. Для них вот эта эмоциональная связь очень важна. Поэтому девочки очень часто остаются пока, то есть они не получили разрешения повзрослеть. Вроде как бы они созрели для взрослости, но не получили разрешения самостоятельно думать, самостоятельно принимать решения. Что такое взрослость? Это самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Часто родители не поощряют. Они говорят, ты еще молодая, ты еще ничего не понимаешь, тебе нужно идти на экономиста. Или этот парень тебе не годится, мы тебе запрещаем с ним общаться. Таким образом родители запрещают взрослеющей личностью принимать самостоятельные решения, то есть становиться самостоятельной. Часто в детском возрасте родители возлагают ответственность за свои эмоции. Например, мама может говорить, я чувствую себя несчастной, потому что вы меня расстраиваете. Вы себя плохо ведете, вы плохо учитесь, и из-за этого я несчастная. Нет, мамочка, ты несчастная из-за того, что у тебя с мужем плохие отношения, из-за того, что ты в своей жизни смысла не нашла, или сама себя не создала счастья. Дети-то тут при чем? Но мама может возложить ответственность за свое счастье на детей. И таким образом дети вырастают с установкой, я ответственен за эмоции другого человека. Я должен радовать маму, или в переносе на других я должна радовать других людей. И эта детская установка остается. Или я должна быть всегда холосой девочкой, да. То есть меня всегда должны хвалить, если я что-то неправильно сделал, или совершу ошибку, я буду плохой, мама меня наругает. Или экстраполирует она взрослых, другие меня наругают. Таким образом, уже вроде взрослый человек, ему может быть 25, а может быть 30, и даже 40 лет. Однако все эти детские установки прежние живут в нем. И человек, по сути дела, остается ребенком. Какие последствия? Прежде всего, человек не может принять самостоятельное решение. Он не знает, что ему надо, а что ему не надо. Вот это типичный вопрос. Я не знаю, чем мне заняться, я не знаю, чего я хочу, я не знаю, как найти свое предназначение в жизни, как найти свой смысл в жизни. То есть я не знаю, чего я хочу. Но ты же взрослая личность, ты должен знать. Но я не знаю, меня не обучили этому. Это означает, что ребенок не отсепарировался. То есть он знает, что родители хотели от него, но теперь он вырос, он понимает, чувствует, что он этого не хочет. А что он именно сам, он не сформировал, что он именно сам хочет, чего желает, он пока еще эмоционально незрелый человек, он еще не отсепарировался от родителей. Какие признаки еще отсутствия сепарации? Когда мужчина или женщина зависит от мнения мамы, как родители скажут или папы, как на это мама посмотрит. Есть когда чувство вины, когда я что-то делаю и думаю, я наверное неправильно делаю, мама меня так не одобрила. То есть это не взрослый человек, он по-прежнему ведет себя и чувствует как ребенок. Чувство обиды, чувство вины, чувство тревоги, которые возникают по таким мелочным ситуациям, с которыми человек не умеет самостоятельно справляться, это все признаки отсутствия сепарации. И вы скажете, так полно людей, которые не прошли сепарацию. Да, полно людей, которые не прошли сепарацию. Потому что само процесса правильного воспитания ребенка, который бы повзрослел и стал взрослой личностью, к сожалению, в наше время пока еще не... Этот метод не вошел в широкий обиход и родители об этом не знают. Этому надо учиться, родительству надо учиться. Кто из наших родителей учился этому? Проблемы отсутствия сепарации будут проявляться в области отношений. То есть девочка не выросла во взрослую женщину, ее отец недолюбил, поэтому она будет в каждом мужчине искать папу, который будет решать за нее ее проблемы, который будет ее по головке гладить, который будет утешать, который будет решать ее тревожность, успокаивать ее. А зрелые мужчины нормальные не хотят быть папами, они хотят строить отношения мужчина и женщина. Нормальные. Они не хотят ухаживать за 30-летней, взрослой, большой, 160-сантиметровой девочкой. Слишком много для девочки. То же самое у мужчин. Если мужчина не сепарировался, если для него влияние матери еще по-прежнему сильно, он маменькин сыночек, он не сможет быть ответственным, он не сможет быть твердым. Мама постоянно залазит в семью, мама постоянно устанавливает правила. Сам мужчина не может установить границы и сказать, это моя семья, теперь я отдельно живу, мама не лезь, у тебя своя жизнь. Я тебя люблю, но у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. И таких примеров можно приводить много-много. Прежде всего важно в сепарации установить, какие есть детские установки, которые принесли родители. Проявлять эмоции нельзя, говорить нет, когда вы не можете выставить границы другим людям, когда вы считаете, что вы должны, чтобы все вокруг были довольны, вы боитесь, что они вас будут осуждать или что-то вас плохо подумают. Это все признаки зависимой, то есть не от сепарированной личности. Поэтому сепарация очень важна, к сожалению, по моим каким-то эмпирическим наблюдениям, это проблема порядка 90% людей сейчас в нашем обществе. И поэтому я предлагаю или призываю людей обратить внимание на то, насколько они взрослые, насколько они имеют возможность выстроить свою независимую, аргументированную точку зрения. Чувствовать эмоции отдельно, управлять своими эмоциями, потому что признак зрелости это умение управлять своими эмоциями. Понимание, чего я хочу от жизни, понимание, куда я иду, понимание в чем смысл жизни. Это признак взрослости. И потому насколько вокруг много людей, или точнее мало людей, которые понимают в чем смысл жизни, вы можете понять, насколько у нас много по-прежнему детей среди нас.